итак мы продолжаем фокси фокси спасибо 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 а вот так хайпик кстати это уже эти ой это уже эликсиры как раз таки фокс по-моему победил фокс справился и фокс стал чего-то внезапно на первом месте видимо как-то там это считается немножко по-другому и рейн спасибо спасибо за ману кстати я не глянул я пошел смотреть сколько нам осталось до запуска ракеты но так не глянулся мы выясним ничего у нас там по ракете так ракета 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 12000 кстати мы из 50 нас собирали на запуск ракеты ничего завтра думаю полетим а какое завтра завтра же завтра суббота стрима в принципе быть не должно но я не знаю я посмотрю во сколько я закончил свои дела может быть и подключусь немножко побегать по экономии вот но это не точно фокси аж а ты как это дело победил субару спасибо спасибо за ману надо будет кстати потом оповещение уведомления изменить немножко переписать по поводу маны но возможности не было потому что я не знал как это дело вообще работает ракета она бустит канала на канал на главную страницу от рова вешает ну и соответственно больше людей видят стримы и собственно канал бустится вот когда-то так а мы же не умрем дед же не умрет а также дед ты же не умрешь дед ты же не умрешь дед ты же не умрешь дед тобой же все хорошо правда но где-то с дедом в принципе все хорошо здесь дед не должен отъехать чаще чаще сейчас мы деда еще немножко в норму приведем что ему вообще прям плохо спонсорка через киви не понятно понятно и подождите все все мы справились это было намного прочь а смысле что там по квестам такой что-то что-то что там опять за куча квестов то есть что вы чего от меня хотите да не дохла эта медуза нормальная какая какая какоми такая медуза что-то не принимаешь ну какая какоми еще не совсем преисполнилась я говорил никакой не слабая дед сильный вот да еще немножко она не откормленная ничего страшного от кушается ничего а вот и сейчас вот те штуки активируются понев да 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 моя какоми просто на диете все ничего не знаю смотрите а какоми полезная ай тихо просто девочка на диете ничего не угнать вот как это работает все с одной фигней разобрался на уже попроще блины и вот они на в каждую даже маленькую локацию они втюхивают какие-то новые механики ай что же будет дальше вот постоянно что-то новое что-то 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 выбивать ли какоми а ну смотря для чего смотря для каких целей смотря кто тебе больше нужен если тебе не хватает какого-то саппорта но в плане живучести то тут у какоми просто нет конкурентов вот от слова совсем никто какоми не перехилит прям вообще потому что это настолько пухленькое чудовище а по моему алекс а алекс или серега диабло я не помню кто из них короче выбили какоми они прокачали и чет начали бегать какомой и получается наткнулись вы на дзуме на кучу волков прям кучу кучу волков весь отряд умер осталась одна какома так вот это одна какома минут 20 волков убивала но убила это это все это был край она справилась здравствуйте ну сейчас бы какома и бить hydra эту штуку hydra мага а кстати все теперь-то главный маг по сути я ну и вы тоже колдунствовать можете то есть эти ключи подходят они разных типов и они подходят для вот д д а че так можно было фига себе фига себе ну ладно новые внезапности потихоньку открываются так все поехали нет шпинат архимагу нас пока объективно фокс вот я даже сейчас обновлю окошко так обновляем окошко щат там и видим что архимаг у нас фоксяш домте у нас на втором месте владислав у нас на третьем месте а шпината вообще в списке магов канала как бы и нету нам спасибо спасибо еще раз за ману субару тоже спасибо то есть шпината там и близко в магах нету не говоря уже каких-то там архимагах или что-то в этом роде пока архимаг у нас по сути и фокас фокся спасибо спасибо за это что спасибо спасибо за курицу странную непонятную спасибо хозяйка пасиб заману ну все получается фокас теперь а а все а все фокс теперь настолько величайший архимаг что у него 11 с половиной к вот этой штуки а как эта штука называется если на нее навести это просто а что это кстати шпинат на шестом месте кстати еда если на топ на этот нажать то там видно кто на каком месте и в итоге шпинат со своим шестым местом ну что-то прям ну вообще ни разу не архимага и близко архимагам не пахнет спасибо fox а ты нашел ты нашел все фрагменты а ну получается да а а я тут ну 800 8 ну мне можно я не могу на себе зарабатывать ману я ну могу но это будет не честно проклинаете ли на чечу вы на 89 сомать на нить 6 шпинат 6 не вот если бы фокс проклинала с своим уровнем архимага я бы боялся но 6 уровне похоже вы собрали все фрагменты не уверен поняли ли вы во время с поняли ли вы во время своих приключений я понял во время своих приключений что я умен и загадки ватацу ватацуме господи экономии меня не остановили серьезно серьезно я понял что я умный все но это уже не важно а теперь пожалуйста не пугайтесь того что я вам сейчас скажу кровавый коралл нужно извлечь из тел вишапа в глубин которые находятся прямо под а дайницей микоси но вечно одно и то же что же за фишка в этих погреб погребенных под землей драконах какая неожиданность вишапы запертые там были модифицированы особым образом чтобы на них могли прижиться фрагменты кровавого коралла ватацуме а миками но эти изменения также сделали их исключительно крупными и скорее всего их не так просто будет убить особенно что отряд у меня полумертвый то ну как бы логично ну как-никак любое хорошее испытание должно заканчиваться победой героя над злым драконом чиби 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 иди сюда тут как бы надо дракона победить видимо чтобы спасти прекрасную принцессу стрим еще ну полчасика где-то да не долго я до 6 собирался стримить а тут уже три минуты перестрима как-никак то есть придется сражаться кстати подожди они это нужно это не влияет по моему да так и есть но вам не стоит беспокоиться вишапы вам не соперники пойман тоже уверенно что то расправиться но может у тебя есть какие-нибудь доказательства нет конечно это просто воодушевляющие слова а довольно безответственно с твоей стороны раз ты не вселяешь в героя разве ты не вселяешь в героя вслепую самоуверенность ты выглядишь не очень-то большой но ты умнее чем наши герои в атацуме интересно подождите подожди то есть герои в атацуме были глупее чем пойман а ну тогда в принципе не удивительно что печальная судьба постигла эту цивилизацию ну те то поднялись эти то нет а ясно ну значит ваши в атацум в атацум в ата ну значит ваши в атацу так ну значит ваши в атацу попробуйте это сказать вслух что что ну значит вашего тату так где моё кофе сейчас 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 мы будем решать данную неприятность потому что я не могу выговорить ну да оно слово простое вот эту блять сука сейчас короче я кофе глотал сейчас итак с новыми силами так сказать ну значит вашего тату вот так так сейчас ватацу ватацу в чем проблема этого слова это ним корабли лавировали лавировали да не вылове это все четыре часа стрима я понял я понял еды просто чтобы понимали про кола про корабли я могу даже пьяные сказать и не запнуться ни разу даже прям в крайней степени своего опьянения ну значит ваши жить жители ватацу ими вот короче ваши герои те еще болваны ну то есть пойман просто хочет сказать что это неправильно да и я со и я сознаю это это грех обмана но добыть коралл вопрос выживание для места нашего прошлого прожив нашего где короче наш народ живет в будущем герой здесь потому что они полны решимости довести дело до конца и я могу только подтолкнуть их вперед в смысле пьяного тору хотел бы видеть любой стрим по геншину врубаешь прям любой и наслаждаешься это просто после короны я держусь потому что ну как бы не очень-то и хочется потому что я еще в себя толком не пришел и травить себя еще дальше пока не очень желание появилось но скоро появится фигня в этот солнце же чиби спасибо но от этого мне как бы проще не стало от того что они вот эти спасибо спасибо большое такое себе а я верю а можно не душить я верю в народ ватацуми а так подождите ватацуми мне просто говорить ватацуми 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 ватацум я верю в народ ватацуми и я верю в тех кто придет после нас я безгрешный дух такое рожденный для ритуальных целей но сам я не свободен от проступков а куда спасибо спасибо сама но и то больно и табы так фокси если это то что я думаю то я тебя осуждаю что это фокс и я просто осуждаю твое действие я считаю это подлым поступком как минимум удалим ты чё я умею читать ну не это конкретно слово но читать то я умею даже люди потом увидят фокс ты 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 чё творишь понимаю короче жаль тебя разочаровывается но люди все равно рано или поздно это к лучше чем лучше поздно чем рано ну вот спасибо спасибо за ману блин у нас там уже около десятки наверное маны накопилось в таком случае позвольте мне помочь вам собрать поводья воскрешения хотя я полагаю что название поводья воскрешения не совсем точно не совсем точно изначально там было написано поводья восстановления а точнее восстановление контроля над тем что возвращается с того света колесница солнца приносит свет днем а ночью приходят духи прошлого тот кто держит поводья а может управлять и светом и тимой так я уже могу кстати а куда делся эндио этот человек некоторое время наглядывал дай нити микоси со всех сторон потом расстроился и ушел видимо он не нашел того чем что ему было нужно я совершенно уверен что он не принадлежит к роду к роду вата цуми и он владеет какой-то магией которая может нарушить ритуал или заставить меня рассеяться то есть он колдун получается да короче не зря пойман ему не да не зря я ему не доверяла пойман ему напрасно доверилась вот я тот кто направляет героев и не могу действовать необдуманно если я исчезну эти испытания также прекратятся я не могу этого допустить поэтому пока его нет рядом я предупреждаю вас чтобы вы остерегались его но без его помощи мы бы не смогли найти золотую уздечку возможно мы бы вообще не добрались до дэнити микоси так ли это возможно я слишком подозрителем только доверенные лица сангономии могут знать древний язык вата цуми хотя есть и другая вероятность но вряд ли стоит ожидать опасностей с той стороны с тех пор прошло прошло много лет а время переламывает все перемалывает все цивилизации в пыль ты же сейчас говоришь не о коэнри ах ушка так здесь ничего сложного как и выяснилось нет меня вот прям сильно пугали прям сильно сильно пугали а ну кстати древний язык же да смотрите древний язык а ну у меня уже ко мне подкрались внезапно кое-какие догадки несмотря ни на что давайте вернемся к испытанию я открою путь к последнему испытанию вата цуми объявляется виновным в четырех грехах сквернословия и восьми грехах притеснения живых душ этим камнем я запечатываю вечность дабы проступки прошлого остались в прошлом где-то здесь запахло райден чувствуете чувствуете к чему это ты только что сказал ару это моя последняя задача прочитать благословение его смысл в том что вата цуми и миками возьмет на себя все наши проступки и готов принять смерть бульба пасиба пасиб за ману казума тоже пасиба готовимся потихоньку к полету хотя зачем колдунам мана чтобы зачем колдунам зачем волшебникам вообще запускать ману мы же колдуной зачем нам ракета мы можем летать на чистой первородной мани хм ладно я хочу попросить вас еще об одном когда вы покинете экономию никому ничего не говорите об испытании именно так проводились все предыдущие испытания и я надеюсь что вы сможете сохранить все в секрете ну ладно а теперь докажи свою доблесть доблесть сразившись с вишапами глубин под дайнити это знаете что мне самому не по душе этот возвышенный тон вам нужны кровавые кораллы из их тел и они не упадут перед вами на брюхо чтобы отдать их они выпреснут на вас всю злобу на человечество которую вынашивали долгие годы это без сомнения будет смертельная схватка судьба сангономии в ваших руках удачи ну я махался с ними в бездне но я сомневаюсь что сюжетные твари будут посложнее чем твари из бездны так что ну пройдено пройдено уже заранее можете даже не душить поехать не район спасибо спасибо за ману тех что-то хочется ракету пульнуть да че такое ой ой а я не на то смотрел на что вы подумали этому сегодня изуя это как раз таки было для того чтобы посмотреть высоту куда мы глубину в этот раз честно 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 без грязных помыслов мы опустили взор подняли взор так подожди стоп их же два стоп их же два должно быть нет а в смысле три подождите подождите а а а чё 3 то давайте когда будем потихоньку ухилять наших курсов а с чего вдруг простите 3 он все надо а и это не 指 ну в принципе по урону видно что это не голос диды деду и деду от валиваться подождите вот это испытание вот 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 это вот вот это вот до этого то чем нас пугали серьезно по моему нас больше пугали еще здесь сложность тору тебе удалось победить вишапа в гру грубин глубин впечатляет очень впечатляет смотрите ка кто нарисовался давно не виделись да можно мне прикоснуться к ним так ну вот что что а вот этого я бы на самом деле делать не стал эндзя а что ты здесь делаешь он как раз таки видимо там искал вот 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 это но не нашел потом узнал про как проводится испытание пришел к нам чтобы все-таки забрать коралл я прикоснусь даже если ты не разрешишь это ж смертельные враги человечества такой шансом может больше не представится зачем тебе вообще их трогать ах да не вам наверное интересно как я здесь оказался потерпите немного мне нужно подумать с чего начать рассказ но если простыми словами то энкономия это ведь потусторонний мир для грешников да а я на один из таких грешников совершивший обман и предательства а подожди подожди пойман чуть не поняла о чем ты эндио а я пришел сюда в поисках одной книги в ней повествуется о событиях произошедших в бегу бегу я коку до создания да и не тимикося эти хроники известны местным жителям как до солнца и луны тогда по земле не ходили боги и вся земля принадлежала одной цивилизации а было ли когда-нибудь такое действительно но барды утверждают что времена когда боги ходили по земле это уже самое далекое прошлое да именно вот почему я хотел найти эту книгу таким образом у нас ордена бездны будет доказательство доказательство того что архонты и селестия явились в этот мир извне подождите я конечно в разных на перспективах смотрел на мир геншина вообще на ты в ад но с подобной стороны но мы сейчас даже опустим то что он из ордена бездны хорошо мы знаем что орден бездны это как бы вообще-то каинрях немножко до каинрях это древняя цивилизация так что ну этому удивляться не стоит это еще понятно было когда а рассказал что ну а как бы а вот та цивилизация давно канула в лету то есть у нас сейчас еще появилась теория того что жили себе люди спокойно жили жили никого не трогали была одна единая цивилизация а потом пришли внезапно боги ну якобы вот эти боги архонты там боги селестии и отжали себе этом скажем по региону и начали там хозяйничать в моем понимании это выглядит сейчас именно так и это максимально странно и непривычно так ладно хорошо и чё нам с этим теперь делать единственное что я знаю на данный момент это то что великий змей был приговорен селестией к смерти за то что случайно прочел эту книгу ну помните я на вчерашнем стриме по моему говорил о том что я встретил какого-то парнишу в мире инадзумы и он нам рассказал о том как был типа приержен змей все такое и вот там говорилось о блогах селестии и все такое но вот причины этого там не было было организовано переселение целого народа запечатана дверь в океанские глубины а затем на восток отправили карательную экспедицию чтобы скрыть эту правду а на востоке получается у нас был каэнриах правильно то есть вы понимаете к чему все идет вообще ушка да вообще по факту хвост я и не ни с чем не сравнится субару ну если дойдем если дойдем ну если откроем то конечно но я же сюжет активно прохожу как раз таки для того чтобы до ивента добраться не каэнриах на востоке от фото сумме да подожди не стой ну остров ясиори хорошо да разве там было какое-то прям глобальное истребление на острове ясиори я просто не помню было или не было ну по лору я не помню чтобы нам говорили что остров ясиори как-то это я честно не помню чтобы нам что-то говорили о острове ясиори ну да ладно да это был великий ритуал жертвоприношения необходимый для того чтобы жители в атацуме зажили как обычные люди опять это слово вы смотрите не так стоп змеи же эти просто вроде как прибили ну я пока лучше не буду ничего на этот счет говорить потому что я не уверен я не помню а то сейчас бреда наговорю ну да я не помню что там надо бы лор перечитать немножко вот что как раз таки касается змея но что касается этой книги я искал ее в библиотеке и на в дайне тимикосе но не смог найти подожди то есть ты ну это понятно что он нас обманул но то что он нам рассказал подожди я в таком признался а ты так просто к этому относишься да не собираешься скрипеть зубами от злости или ударить меня по лицу но ты сказал что у тебя челюсть слабая поэтому тебе так тебе правда так хочется быть и избитым вот да чиби да 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 змея же райден то убила но блин мне есть вообще подозрение что карательная операция была на коэнрях вообще того чтобы сильно не бухтели да так вот я потом как-нибудь книжечку то читну чтобы уже окончательно вот эти сомнения мои развеялись потому что у меня сейчас в голове каша путаница и я не знаю в чем я могу быть уверен а в чем не могу быть уверен а вот из-за чего ему крышу снесло непонятно так вот может быть как раз таки это и связано с делами богов селестии и по а так может ему крышу то снесло как раз таки из-за того что он книгу прочел о как если честно я не думаю что так уж сильно виноват строго говоря я вам не лгал я действительно ученый отправившийся вам на помощь но я никогда не утверждал что меня отправил храм сангономии ага тебя отправил орден бездны я действительно переводил здесь книги но это не имело никакого отношения к испытанию я и правда простой книжный червь который может превратиться в огнедышащего монстра чиби чиби у нас проблема вы называете нас исследователи и исследователей книг чтецами да пиро чтец бездны их я еще никогда не видел а видел 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 в этой бездне в текущей их об их два пиро и еще кто-то видел тьфу изи да 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 какоми смотрит на них как на мусор не моя какоми смотрит на них пока с уважением она не в том пока состоянии чтобы смотреть на них так так что по деду здоров обожаю 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 здорово сейчас ладно ешь как что как что как 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 тебе такое пожирающие пламя тьмы нечто зовущее себя эндзио что что куда 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 туда восторе когда давайте по одному давайте решать проблему поверить поступок кстати вот первая проблема сейчас решится первая проблема не стала как хорошо что я какому взял хотя если бы не было какоми здесь был бы казуха он тоже с этой штукой неплохо так справляется если нужно то пошло да фух не то чтобы я недооценивал тебя раньше но все таки любитель книг не соперник для героя кстати вы нет ульту я берегу зачем не знаю но надо кстати а вы заметили что у парнишки то хоть он и чтец бездны и хоть он нечто которое зовет себя эндзио он не у него пафоса нет вы помните как раньше с нами встречались чтецы бездны вы помните сколько там пафоса было смотрите он говорит ну не соперник я тебе да ладно это любопытно я собирался избавиться от вас а потом под каким-нибудь прикрытием рассказать что ваша миссия была провалена должны же быть истории в которых герой не убивает дракона жаль что не вышло а зачем тебе нападать на нас боевая стойка пойман почему бы и нет я существо корчащиеся в бездне а ты смертный бродящий по земле во бездне который блин бездна ладно по пути сюда вы победили многих моих слуг и товарищей так что можешь считать это местью ну и еще я думал я уже везде искал но не могу найти эту книгу наверное она у тебя разделаю с тобой и заберу том а еще я подумал зачем они носят с собой мяту мясо и капусту кстати да но пойман то прокормить не так то и просто в походных условиях ну вы поняли у меня было много поводов чтобы тебя убить и только один аргумент против ты мне нравишься можешь придум можешь придумать еще какой нибудь признание конечно внезапное желание убить меня за то что я ношу с собой мяты мяту и капусту странное но то что я тебе нрав так а как насчет не нападать на того кого не можешь победить кстати да можно сказать ну типа моя сестра простите ваша принцесса королева и все такое да да я потерпел неудачу все мы сегодня извлекли свои уроки правда полагаю в будущем ты не станешь так легко доверять людям да станет это штору вот например эта малышка рядом с тобой возможно и она однажды предаст кто знает эй ты пытаешься нас рассорить нет он пытается дать за травку того что пойман босс да не пойман не предаст да ладно жизнь тебя ничему не учит ну неважно наш разговор подошел к концу я пока откланяюсь еще увидимся эй что не так с этим парнем все начнем с того что с ним не так все архон ты с ним давай доставим кровавый коралл для цуэка давай а можно я поеду можно в смысле нет поехали вези меня вези не работает не ну сюда то мы на этом лифте приехали а что я не могу обратно ну и ладно не очень то и хотелось а типа мы 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 да стойте а а а мне в куда в тайвад что акцию как а мне кажется к этой странной женщине все я понев ну собственно цуэка мы нашли кровавый коралл а наш великий герой наш доблестный воин спаситель от имени госпожи какоми и всех жителей острова ватацуми я выражаю вам свою благодарность вы выглядите изможденно возможно в одиночку вам было непросто не в одиночку пайман тоже там была а еще там был один парень который туда как-то пробрался поначалу он нам очень помог но в конце концов ай короче долго рассказывать в общем это главная причина почему туру выглядит устало похоже произошло что-то чего госпожа какоми не предвидела неужели тот парень который выглядел как обычный воришка со словарем языка ватацуми оказался кем-то гораздо более опасным что подождите что подождите она откуда знает да он из ордена бездны вот как это очень важная новость а я сообщу госпоже какоми поскольку вы принесли коралл она скоро проведет ритуал ватацуми горео мацури пойду приведу ее тору примите это в знак нашей благодарности наказ предков тебя и ты еще не все но я то уже все а оно еще не все мне две ачивки осталось ребят две ачивки до пиццы две ну хорошо два этих я активирую сундуков 20 я тоже соберу это не проблема ладно меня больше интересует вот это наказ предков нужно выполнить название ачивки отныне давайте чипе будет огнекрысой ну и у него была жемчужина оказывается блин огнекрыса звучит гордо на самом деле оно даже не как оскорбление звучит погодите а почему я заблудился куда я вообще собирался ну вот вот чипе смотри прожорлив крыса извергаешь огонь огне крыса а вот наказ предков все вот видите 17 дней наказ предков это уже предыстория ивента все все лимер спасибо спасибо за фоллоу все ребят все на сегодня будем тогда заканчивать потому что то что мы видим это уже это уже начинается сам ивент это уже сюжетка ивента а вот поэтому эту штуку мы будем тыкать ну либо в понедельник либо если получится завтра но завтра это маловероятно конечно но может быть фух ну что я могу сказать энкономия какая-то простая локация меня жизнь готовила к более суровым и серьезным вещам оно вышло вон как не ну мне бы тоже хотелось завтра но отдыхать тоже нужно ну в воскресенье точно у нас стрима не будет субаром спасибо спасибо за ману кстати давайте проверим сколько мы маны за сегодня с вами насобирали сколько мы накрабили так 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 там еще мана прилетела да спасибо спасибо еще за ману так чё нам прилетела слушайте 14000 мы насобирали вполне себе так в мировых квестах всегда самое суровое всегда если вспомнить банально мировые квесты этой господи монштадта лиюэ и надзумы там вот самый-самый мрак он как раз таки в мировых квестах вот там самая-самая тьма так 14000 маны хорошо с этим уже в принципе даже можно как-то жить ну у меня маны нет конечно же но чё поделать так ребят пожалуй пора нам наверное на сегодня уже заканчивать и так получился стрим аж на 40 минут дольше чем я планировал не знаю как так вышло но видимо сильно хотелось да пройти экономию в общем ребятам на этом все ну на завтра останется она аж никуда не улетучится а вот спасибо спасибо прилетела мана спасибо да собиралась вот на этом пожалуй все спасибо большое за просмотр и пока и пока и и и